Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве, в частности, о священном писании Библии. В прошлой публикации мы закончили разбираться со вторым посланием к фессалоникийцам апостола Павла и переходим от посланий к общинам к пастырским посланиям. Их три. Первое и второе к Тимофею и послание к Титу. Считается, что наставления, содержащиеся в них, полезны не только конкретным людям, к которым они обращены, но и любым христианским пастырям. Первое послание к Тимофею обращено к любимому ученику Савла, который, согласно книге «Деяний святых апостолов», был из города Листра. Его мама – иудейка, принявшая христианство, а папа – Эллен. Это тот самый Тимофей, который был обрезан по инициативе апостола язычников. Хотя к этому времени он уже инициировал апостольский собор, на котором убедил всех, что обряд обрезания не нужен. Тимофей был назначен епископом в Эфесе. Подлинность послания вызывает сомнения у исследователей. Те, кто придерживается мнения, что данный текст написал сам Павел, датируют послание ориентировочно периодом с 62 по 65 годы. Другие переносят время создания послания на второй век, когда Павел уже умер. Они считают, что три пастырские послания близки между собой, но по стилю и лексике отличаются от настоящих посланий апостола язычников. Более трети слов в этих посланиях не встречаются в других текстах Савла, но характерны для лексики христианских авторов второго века. Кроме того, встречаются идеи, противоречащие высказанным Савлам в других текстах. Например, апостол язычников говорил, что спастись можно только через смерть и воскресение Иисуса, тогда как здесь утверждается, что женщины могут спастись через рождение детей. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Первое послание к Тимофею 2.15. Сторонники подлинности послания объясняют эти несоответствия влиянием римской культуры на апостола язычников. И мы с вами будем придерживаться той же точки зрения. Первая глава начинается с обращения Павла к Тимофею и рассказа, что любимый ученик был оставлен в Эфесе, когда сам Савл отправился в Македонию. Тимофей должен был увещевать тех, кто неправильно учил вере, уделяя больше внимания родословию и опираясь на закон Моисея, когда, по мнению автора, надо иметь любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Первое послание к Тимофею 1.5. В данном послании апостол язычников утверждает, что закон добр, если кто законно употребляет его. Первое послание к Тимофею 1.8. И добавляет, что нужен закон неправедникам, но грешникам. Хотя в послании к римлянам его отношение к закону было менее лояльным. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Павел благодарит Иисуса за то, что тот доверил ему служение, хотя он преследовал христиан, но делал это по невидению. Христос, по словам Саввла, пришел в мир спасти грешников, первым из которых автор называет себя. В завершении главы автор советует Тимофею быть воином веры, согласно неким пророчествам, о которых нет упоминаний больше нигде в Священном Писании. В противоположность приводит в пример и Минея и Александра, о которых известно лишь то, что апостол язычников, по его собственному признанию, их предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Первое послание к Тимофею 1, 20. Вторая глава начинается с просьбы Павла к Тимофею о молитве, участниками которой должны быть мужчины-христиане. За всех людей, а также за царей и начальствующих. Говорит, что это угодно Богу. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Первое послание к Тимофею 2, 1, 4. Добавляет, что Бог един, так же как един и посредник между Богом и человеками, человек, Христос и Иисус. Первое послание к Тимофею 2, 5. Думаю, что вы обратили здесь внимание, что автор называет Иисуса человеком, а не Бога-человеком. Что касается женщин, Савл считает, что они должны молчать, быть покорными, одеваться прилично, ничем не украшать себя, ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни разноцветной одеждой. Чтобы так же и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоцветную одеждой. Первое послание к Тимофею 2, 9. Жены не должны поучать или властвовать над мужьями. Единственное, через что они могут спастись, это через рождение детей. Как видите, налицо явная гендерная дискриминация. Причину такого отношения к представительницам слабого пола апостол Язычников указывает в поведении первой пары. Он говорит, что не Адам соблазнился запретным плодом, а Ева. А я вам напомню, что Бог не изгонял Еву из Эдема. А вот об изгнании Адама нам сообщает третья глава книги Бытия. Третья глава послания к Тимофею начинается с поддержки Павлом идеи установления епископов, что в переводе значит «надзирателей». Эту должность христиане переняли у греков, у которых так назывались государственные чиновники. По мнению автора, епископом может быть далеко не каждый. Претендент должен обладать рядом качеств. Не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание и со всякую честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепешись от церкви божьей. Первое послание к Тимофею 3, 2, 5. А также он не должен быть из новообращенных и иметь хорошие отношения с нехристианами. Дальше Савал переходит к дьяконам. С них спрос ниже. Они должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры к чистой совести. Первое послание к Тимофею 3, 8, 9. А также муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Первое послание к Тимофею 3, 12. В добавлении к самим дьяконам апостол язычников предъявляет требования и к их женам. Жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Первое послание к Тимофею 3, 11. В конце главы Павел, обращаясь к Тимофею, говорит, что скоро собирается прийти в Эфес. Но если задержится, то данное послание – это прямое руководство к действию. На этом завершается третья глава послания к Тимофею апостола Павла. В следующем видео нас ждет четвертое. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok